Самолеты гражданские сбивались военными, это было много раз. И наш самолет сбили в свое время над Болгарией, и мы сбили ливийский самолет, и американцы сбивали самолет, и корейский самолет был сбит на Дальнем Востоке Советским Союзом. То есть такие вещи бывают. Ну так что, я вам расскажу другой, более идиотский и страшный случай. В России рыбацкая шхуна японских рыбаков была потоплена, подводная лодка американская, атомная, которая вдруг неожиданно всплыла. Все рыбаки погибли. А что оказалось? Оказалось, что командир американской подводной лодки устроил праздничную продукт, прогулку группе миллиардеров, которые как бы давали дополнительные деньги на экипаж подводной лодки, подводного флота. И во время этой подводной прогулки один сказал, он ему дал, говорит, вот возьми рули и поиграйся. Тот взял, ну по глупости повернул, и лодка резко всплыла. Ну погибли около 70 японских рыбаков. Кому какое дело? Никто не пострадал, даже командир подводной лодки, и никто даже не пытался. Потом предъявлять претензии Соединенным Штатам. Ну максимум, может быть, рыбакам заплатили кое-что. То есть такие случаи бывают. Оружие – это опасная вещь. И иногда по ошибке, или по неумению, или по халатности оно попадает не в гражданские объекты, не в военные объекты, а в гражданские. Но никогда эту ошибку не возводили в политическую проблему, и никогда на этой ошибке не пытались базировать какие-то политические санкции, абструкции, я уже не говорю о чем-то другом. Это первый случай такой, и причина в этом не сам факт сбития самолета, а причина совершенно в другом, чисто политическая игра, там все идет. Продолжение следует...